Когда-то давно у меня была клавиатура на 49 клавиш от M-Audio. Я таскалась с ней повсюду, в дорогу, в машину, на вокзал, в другие города. Вы наверняка ее узнали, ведь она по сей день стоит у многих на студиях. Есть одна ключевая особенность у таких клавиатур. Когда нужна мобильность, они никак не складываются. А когда хочется поиграть в свое удовольствие фактурные произведения, не хватает запаса октав и уже не те эмоции и не те ощущения. И вот в январе 2022 года я решила, что все. Хватит. Пора разделять. В зал рояль, в студию инструмент на 88 клавиш, а на побегушке и чтоб всегда была с собой вот эта малышка. Это распространенный формат миди контроллеров. Однако у этой модели есть одна особенность, которая отличает ее от всех прочих. Те, кто давно следит за каналом и инстаграмом, заметили в моих последних видео эту клавиатуру. И отвечая на ваши вопросы, расскажу все, что нужно знать о Minilab 3. У этой модели новый шнур, угловой. Да здравствует универсальность. Подключается все очень быстро и на сайте можно моментально скачать драйвера. Не важно у вас macOS или android. Главное, чтобы был разъем Type-C и она сразу начинает работать. И это идеально. Основная рабочая зона состоит из 25 чувствительных к нажатию клавиш. Это минимальное количество для игры двумя руками и этого хватает для игры соло. Нажимаются приятно, хотя это не полнозвешенные клавиши. Но в принципе они здесь и не особо актуальны. Для набора музыки такой ход очень практичен. Выше 8 пэдов. Они реагируют на нажатие и имеют подсветочку. Игровому компьютеру игровая клавиатура. Тут подсветка, там подсветка. Думаю они друг друга поняли. Нажимая Shift я могу управлять транспортной панелью, не прикасаясь к компьютеру. Самые необходимые команды есть на клавиатуре. Start, Stop, воспроизведение, Loop. Кнопка Tab позволяет моментально определить нужный BPM. Нажали, постучали, получили результат. В крайнем правом углу 4 фейдера. Очень удобно выносить на них эффекты для более точной настройки звука. Ручки, которые можно запрограммировать. Они пронумерованы и раньше нужно было запоминать что, где. В новой версии есть OLED-экран. И хоть он малюсенький, но как оказалось очень нужный. В работе на нем хорошо видно название инструментов и цифровые значения. Сенсорные полосы для регулировки высоты тона и модуляции. Кнопка Hold имитирует педаль, удерживает звук. Чтобы легче было настраивать арпеджиатор, лучше использовать педаль. Мы можем регулировать будет ровный звук или свингованный. Также длительность нот четверти, восьмые, шестнадцатые и даже тридцать вторые. А вот эта функция изменения BPM очень подходит для людей, которые выступают на сцене, когда нужно сделать красивое замедление, когда нужно сделать оттяжечку. Вы можете это в живом времени регулировать. Энкодер на главном экране помогает перемещаться по секвенсору. Им же можно утвердить выбранную функцию или плагин, потому что он не только крутится, но и нажимается. На задней панельке есть три входа – питание, педаль и миди. В комплекте у нас идет полное программное обеспечение, но так как я работаю в студию One, облетон мне не пригодится и все дополнения к нему. Поэтому оставлю полный список в описании и приступим к библиотеке звуков Analog Lab. Изначально Артурия создавала цифровые плагины и синтезаторы, поэтому звук для них очень важен и инструменты действительно качественно звучат. Сделаем вид, что вы узнали. Помимо просто классных звуков, здесь есть уже заранее прописанные драм-лупы. Артурия на 88, клавиша более острая, у нее квадратные торцы. Здесь же они более мягкие и, видимо, новая линейка будет придерживаться такого дизайна. Хотя, честно, мне нравилось больше предыдущее. Но классное, что они оставили – это деревянные вставочки, точно такие же, как на большой модели. Дальше мы пойдем в раздел «Гитары». Вау! Ревера только нужно поменьше. Это все регулируется с помощью крутилочек. Нужно еще гитара. Ребята, вы напишите, в каком секвенсоре работаете. Будет интересно сравнить, кто у нас пользуется лоджиком, а может быть, кто-то тоже сидит в Studio One. Ах да, еще же есть Cubase. Pro Tools. Ладно, пишите. Нам нужен... Нужен бас. Как-то раз мне попался ролик с прекрасными видами. И, как я уже говорила на стриме, ничего красивее, чем природа, человек еще не смог возвести. Музычка там была веселенькая и, если честно, подходила больше под лайфхаки на YouTube. Походу, заодно протестируем и накидаю что-нибудь свое. Кадра с того видео уже не найду. Найду что-нибудь похожее, а вы напишите, что чувствуете, когда слышите такую музыку и что представляете. Нам нужно много скрибок. Теперь добавляем арпеду. Еще добавим трубы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот так, глядя на нее, если прям придираться и сказать, чего в ней не хватает, то, в принципе, в ней есть все самое необходимое музыканту. И мое решение о разделении инструментов одно из самых лучших. 25,88 идеально. 61,49 не мое. Так как с техникой сейчас дефицит, я знаю, каких ребят пока что эти клавиатурки есть, так что пишите им, ссылочка в описании. Ну а вы рассмотрите возможность подписаться на мой канал, так как много интересного уже есть и будет еще больше выходить в ближайшее время. Если уж нужно накидать идею, я лучше как-то здесь это соберу, потом подредактирую, а если уж записывать полноценное произведение, можно дойти в студию и записаться на хорошем рояле. Кстати, давайте попробуем скомбинировать звук рояля и цифровые инструменты. Здесь нам необходима флейточка. Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне, будто принц со мной примчался на серебряном коне. И встречали нас танцоры, барабанщик и трубач, сорок восемь тележеров и один седой скрипач. Хоть поверьте, хоть проверьте, это был чудесный бал, и художник на манжете мой портрет нарисовал. И сказал мудрец известный, что меня милее нет, композитор пел мне песни и стихи читал поэт. Хоть поверьте, хоть проверьте, так плясала я кадри, что тринадцать кавалеров отдышаться не могли. И оркестр был в ударе, и смеялся весь народ, потому что на рояле сам король и кролковод. Если вы когда-то хотели научиться играть, сейчас не обязательно покупать фортепиано, занимающее полдома. Ну а как, ну а что, куда его ставить, а потом куда девать. А если вы заметили потенциал у ребенка, то это идеальный формат. Закинули ему в портфель, и пусть тренируется тогда, когда удобно. У этой вещи нет градации, новичок, любитель, профессионал. Это универсальный инструмент для вхождения в профессию. В сравнении с камерами, у которых есть красное, золотое, серебряное кольцо. Новичок здесь увидит лишь черные и белые клавиши. Чуть освоившись, начнет добавлять пэда в работу, вынося различные функции с помощью клавиши shift, или набивая ритмы. Остается лишь расти в своих навыках и воплощать творческие идеи. А я все думала, где же я видела такой экранчик? Так вот где! Помните тот ролик, снятый три года назад про световые панельки? Я не ошиблась с выбором данного устройства, и думаю, с этим тоже не промахнулась. Более подробные характеристики в описании. Всем добра!